В эфире РБК УФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Уфимское время 20.30. Как всегда, выпуск новостей. Вот главная его тема. Большой скачок Башнец за первое полугодие подорожало практически наполовину. Перспективы Башагра. Объем товара оборота на новой онлайн-площадке оценивается в несколько миллиардов. И платят неохотно. Просрочка по ипотеке в республике сократилась в пределах статистической погрешности. Президент Башнефти Александр Корсик назвал справедливую стоимость компании в 500 миллиардов рублей. Сегодня он озвучил свою позицию на годовом собрании акционеров компании. Также на заседании первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер заявил о том, что Башнефть по итогам первого полугодия 2016 года подорожала на 40%. Он отметил, что рост стоимости произошел на фоне отличных производственных и финансовых результатов. Причем в 2015-м прирост в цене Башнефти составил около 60%. Как уже сообщал наш телеканал, 50-процентный пакет нефтяной компании будет приватизирован. Инвест-консультантом по продаже выступит ВТБ «Капитал», который готовит в настоящее время первый предварительный отчет о цене пакета и претендентах. Власти Башкортостана, владеющие 25-процентной долей Башнефти, говорят о нежелании продавать свою часть. Но сделают это в случае, если с новым собственником возникнут разногласия. По мнению аналитиков, стоимость Башнефти в среднесрочной перспективе меняться не будет. Рынок компанию оценивает на сегодняшний день справедливо. И дальнейшее движение котировок будет зависеть от каких-то глобальных событий в жизни компании самой и крупных событий в экономике России в целом. Если мы сейчас не ждем каких-то резких движений на рынке, то можно предположить, что стоимость акций Башнефти в ближайшей перспективе, даже в среднесрочной перспективе, сохранится на нынешних уровнях. В Башкортостане сумма просроченных платежей по ипотеке снизилась на 0,2%. И на начало июня коэффициент задолженности сложился на уровне 4,8%. Таковы подсчеты Национального бюро кредитных историй. По данному показателю, наш регион вышел на уровень прошлого года. В июне 2015-го коэффициент просроченной задолженности также оценился в 4,8%. Отмечу, что по данным Нацбанка, на 1 мая жители республики получили ипотечных кредитов на 102 миллиарда рублей. В целом же по России динамика роста количества просроченных кредитов и задолженности по ним в течение года была неравномерной. Так, за 5 месяцев 2016-го число ипотечных кредитов с просрочкой увеличилось на 8%, в то время как сумма просроченной задолженности на 9%. При этом более серьезный рост просрочки по ипотеке наблюдался во втором полугодии 2015-го. 13 и 15% соответственно. По просрочке платежей по ипотеке Башкортостан занимает 17 место. У ближайших к нашему региону соседей в Татарстане, Оренбургской и Свердловской областях в течение года наблюдался рост показателей от 4 до 0,7%. В Пермском крае зафиксировано снижение, однако показатель просрочки все еще остается высоким. Более 100 фермеров республики и производителей продуктов питания Башкортостана уже зарегистрировались на интернет-портале «БашАгро». Онлайн-площадка создана для сбыта товаров покупателям, минуя посредника. Проект реализуется торгово-промышленной палатой совместно с Госкомитетом по торговле и Минсельхозом республики. Он позволит получить полную информацию о товаре и производителе, отслеживать среднестатистические цены на основные виды продовольствия. В дальнейшем планируется ввести возможность прохождения специализированного аудита, который определит степень готовности к продажам, наличие собственных производственных мощностей и производственной площадки. Работать на торговой площадке «БашАгро» можно будет бесплатно. Запуск проекта планируется осуществить до конца этого года. У нас мы ожидаем эффект этой системы к концу 2018 года. Более участие 500 евро, товарооборотов 8 грамм рублей, ну и канал реализации порядка 60% продукции. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 8 копеек. 64,17 курс европейский напротив на 8 копеек увеличился и оценивается в 71,29. Лучшие обмены и курсы на сегодня. Покупка доллара в Тимербанке за 64,07. Продажа в банке «Камский горизонт» за 64,45 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в БКС банке за 71,20. Отмечу, что кредитная организация взимает комиссию до 2% за обменную операцию. Продажа в банке «Камский горизонт» за 71,50 рубля. Инвестор и администрация Уфимского района окончательно отказались от строительства крематория стоимостью в 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в общественной палате Башкортостана. Предприниматели уже успели вложить 10% от планируемых инвестиций в возведение ритуального комплекса. Решение принято после того, как местные жители выступили категорически против крематория, заявив о многочисленных нарушениях санитарно-экологического законодательства. Не исключено, что новой площадкой будут выбраны земли заводов химпрома в Уфе. По данным аналитиков, традиционное захоронение стоит в среднем около 25 тысяч, кремирование – 6 тысяч рублей. Против строительства крематория подписалось свыше 2,5 тысяч людей, как правило, жители Уфимского района. Активисты движения были готовы перекрывать федеральную трассу, чтобы не допустить, по их мнению, строительство опасного объекта. По результатам проведенных в общественной палате консультаций между властью и обществом, было решено отказаться от строительства крематорий. К этому часу вся информация. Хорошего вечера. Оставайтесь с РПК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова